Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Юлия Романова. И сегодняшний видеообзор мы посвятим коллекции бренда Killian под названием «Эксклюзивы городов». У Killian Hennessy есть хорошая и добрая традиция в каждом городе, где он открывает свой бутик, посвящать аромат. Сейчас на данный момент насчитывается 7 ароматов, значит 7 своих бутиков или корнеров открыл Killian Hennessy по всему миру. Назовем их сейчас в назовном порядке, затем поговорим подробнее о каждом. Итак, начну с Лондона. Лондону было посвящено 2 парфюма. Это прежде всего Royal Leather, королевская кожа, которая посвящена My Fair. Это фэшнобельный лондонский West End. А также, конечно, Single Mold, односолдовый виски, который посвящен Лондону. Далее, конечно же, водка On The Rocks, посвящена России и Москве. Lemon and West, лимонная центра, посвящена Лугану, скажем так, италоговорящему пригороду Швейцарии. Apple Brandy, посвященный Нью-Йорку. И Pearl Wood, посвящен Дойхе, столице Катара. Также есть еще один аромат, самый последний из этой коллекции, это Noir Aphrodisiac, посвященный, наконец-таки, Парижу. Как ни удивительно, сам Киллен Хеннесси по происхождению, ну, наполовину француз. Все-таки, основное производство находится во Франции. Но только вот буквально год назад он посвятил аромат своему любимому городу. Он неоднократно признавался, что он обожает Париж. У нас, к сожалению, сейчас его нету, потому что мы его сделаем отдельным обзором. О нем очень нужно много говорить, это просто какой-то превосходный аромат. Мы о нем обязательно поговорим отдельно. А сейчас рассмотрим вот эти шесть парфюмов. Итак, начну немножко с предыстории. Как мы все знаем, что марка Киллен была выкуплена большим концерном Estee Lauder, впрочем, как и Лилабо. Я думаю, с этим брендом вы тоже, может быть, знакомы, либо слышали про него. Так вот, Киллен Хеннесси именно у этого бренда, Лилабо, взял такую традицию открывать, вернее, посвящать каждому городу, где он открыл свой бутик, какой-либо аромат. Начнем мы первый разговор. Это с аромата Pearl Oud, который посвящен Дохе, столице Катара. Итак, Катар. Небольшое совершенное государство, в котором есть искусственно созданный остров под названием The Pearl. Именно там Киллен Хеннесси открыл свой бутик. Славится этот остров в своей давней традиции добывать жемчуг, поэтому отсюда и взялось название. На самом деле аромат превосходный. Он выполнен в стиле, если вы знакомы с ароматами Боадичей Эда Викториус, вот именно такое направление имеет и этот парфюм. Достаточно теплое, немножко перечное начало из шафрана, перца и припудренного иланг-кланга. Затем, конечно же, в базе, я много раз уже говорила в обзорах о том, что парфюмеры очень любят использовать в сочетании жасмина и розы. В данном аромате есть и турецкая роза, и майская роза, также есть ирис, который придает припудренность этому парфюму. И в базе превосходный ут и касториум. Вот касториум, еще по-другому называется бобровая струя, придает анималистические акценты этому аромату. В аромате я очень хорошо слышу ут и касториум, вот эту бобровую струю. Он ощущается прям вот сразу, у меня горячая кожа, раскрывается аромат быстро, поэтому касториум здесь очень хороший. Это отличный унисекс аромат. Я бы сказала, что прекрасно подойдет на теплое, влажное время года, не на мороз, хотя многие ароматы я рекомендую именно на холодное время года. Прям он такой очень чувственный за счет касториума, касториум это хорошее анималика, то есть это чувственность, это такой страстный аромат. Подойдет, я думаю, не в офис это явно, это какие-то романтические встречи, романтические прогулки, но и не первое свидание. То есть аромат очень глубокий, вызывающий и призывающий. Поэтому, видите, как вы видите, он желтого цвета, сама парфюмерная вода, стойкость обалденная. Уд здесь очень деликатный, не как мы привыкли слышать там в Монтале или, к примеру, в Монсерре, достаточно громкие удовые звучания нет. Здесь совершенно все по-иному. Вы не пугайтесь перечного начала, и за счет иланга, и даже ириса, который проступает из средних нот, вот эти перечности с черного перца и сафрана, они очень сглажены и придают теплоту аромату. Аромат очень мягкий, обволакивающий, повторюсь. Не вижу на блондинках, не вижу на нежных, утонченных девушках, либо это какие-то жгучие брюнетки, либо это мужчины. На мужчинах он будет, я вам скажу, наверное, даже смотреться более выигрышно, чем на женщинах. Вот такой аромат, который посвящен Дохе, столице Катары. Итак, следующий аромат, о котором мы поговорим из коллекции Тузивы Городов, это аромат водка on the rocks, водка со льдом, который посвящен столице нашей страны, Москве. Что хочу сказать. Прежде всего, Киллиан Хеннесси, конечно, хотел посвятить самому нашему известному укрепленному напитку этот аромат водке, но немножко он промахнулся, потому что Киллиан Хеннесси считает, что водку надо пить в стакане, как в большом, широком стакане, как виски, добавив кусочки льда, смаковать, но нет. Мы, русский народ, пьем водку совершенно иначе. Мы пьем ее стопками, залпом, и, конечно, мы не сидим и не смакуем водку, потому что лед, когда он растворяется, он ее разбавляет. И это не есть хорошо. Поэтому аромат получился холодным, свежим, альдегидным, немножко морозным, но не совсем про водку. Вы знаете, когда вот тестируешь аромат, первым делом почему-то слышится можжевельник, которого априори нет. И прежде всего этот аромат напоминает не водку, а, знаете, джинс с можжевельником, бифитер, или, может быть, даже самбуку какую-то с анисом, но не нашу водку, к которой мы привыкли. Однако аромат получился очень элегантным, комплементарным, уместным и отлично подойдет для деловых совещаний. Вот, в отличие от Pearlwood, его как раз-таки очень хорошо носить в офис, и женщинам, и мужчинам он придает строгости и придает элегантности своему хозяину. По своему составу есть, конечно же, морозные диффузные альдегиды, есть амброксан. Вот он очень красивый, кстати, здесь звучит, это не иное звучание амброксана, ранее такого не было, он обыгран другими нотами, поэтому амброксан здесь такой нечувственный какой-то, как мы привыкли, да, афродизиак. Нет, он здесь холодный, и вот знаете, прям попадание в цель такое. Также помимо амброксана есть еще дубовый мох, сандал, он в базе тоже очень хорошо слышится. Дубовый мох, он придает свежести парфюму. Есть еще кардамон, кориандр, ландыш, ревень и роза. Единственный момент, знаете, я вам хочу сказать, что этот аромат нужно тестировать даже не с блоттера, ни в коем случае не с блоттера. Потому что мы видим, что есть амброксан, амброксан только на теле нужно тестировать. Он прекрасно звучит с воздуха, когда вы в воздух делаете пшик и его ощущаете, он будет превосходно звучать. Повторюсь, идеальный офисный аромат. Вот у нас есть такие, например, там Монсерра Цудра Бойс, Крит Авентус и вот Кондорокс. Никакой алкогольной ноты прямой, как, например, мы это можем слышать в Вайлд Ут Кэнди от Монсерры, здесь этого нет. Прям запаха алкоголя нету, такой холодный, немножко, повторюсь, можжевелово-анисовый парфюм, который посвящен нашей любимой столице, Москве. Следующий на очереди аромат коллекции это Lemon in Zest, лимонная цедра, который посвящен Лугану. Лугану это, скажем, такой пригород Швейцарии, италоговорящий, поэтому сам непосредственный парфюм более точно посвящен ликеру Лимончелло. Вы знаете, это настолько идеальный цитрус, цитрусовый парфюм, вот знаете, это аромат лимонной жвачки, я бы так сказала, очень мягкий, очень, ну прям цитрус, конечно, во всей красе, потому что там и лимон вначале, и мандарин есть, поэтому раскрывается даже, я бы сказала, немножко гурманской цитрусовостью. Затем в базе есть еще апельсиновый бренди, который придает теплоту как раз-таки парфюму, это не холодный цитрусовый аромат, совершенно нет. И великолепные пачули с витивером в базе, пачули опять же, но они немножко приземляют этот аромат, такой землистость придают, и вот витивер, в общем, вы знаете, восторг, восторг от этого аромата, потому что многие девушки, вот клиенты или вообще, ну клиентки или клиенты, когда просят цитрусовый аромат, долго перебирают, потому что не могут найти идеальный цитрус. Вот лимон инвест, это идеальный цитрус, очень мягкий, нету холодности в этом цитрусовом парфюме, он обволакивает, он мягко, прям мягко-мягко звучит, и повторюсь, что цитрусы здесь гурманские, не эфемерные какие-то, а прям гурманские, его хочется брать и обливаться им с ног до головы, конечно, аромат придает заряд бодрости, энергии, вытаскивает вас из плохого настроения, вот можно сравнить его с ароматом Сицилия по настроению, не по звучанию ни в коем случае, по настроению. Прекрасный аромат, будет уместен и на мужчинах, и на женщинах, прям, повторюсь, идеальный цитрус. Следующий герой, аромат Apple Brandy. Ну, Брэдди, все, я думаю, понимают, что это такое, почему Apple? Посвящен аромат Нью-Йорку, Нью-Йорк это большое яблоко, Big Apple, отсюда сформировано название. Вы знаете, вот это как раз-таки, что ни на есть, алкогольный аромат, который хочется не душиться, а открыть и его случайно выпить, потому что получился он превосходным. Аромат немного дынный, и знаете, это не брэнди, это даже не коньяк, это аромат хорошо пропитанной крепкой дубовой бочки. Вот о чем этот парфюм. Он прям действительно, когда его наносишь, звучит алкоголем. Поэтому на женщинах, я думаю, это будет не совсем уместно, но это мое сугубо личное мнение. Мне кажется, все-таки больше на мужчинах, под строгий деловой костюм, никакой не спортивный образ, выйти куда-то в свет на какое-то вечернее мероприятие. Аромат раскрываться будет превосходно, потому что помимо дуба, лабданума, у нас есть белый кедр и, конечно же, ваниль. И ваниль на мужчинах, вообще ваниль очень красиво звучит на мужчинах, поэтому в этом аромате ваниль превосходно звучит, это никакое не исключение. Алкогольные ноты, я вам скажу, конечно, бьют в нос, но с этим ароматом нужно подружиться, и он станет хорошим спутником по жизни. Потрясающе, знаете, вот его действительно хочется открыть и выпить, и не хочется душиться. Ну, это, скажем так, коньяк, бренди в своем лучшем исполнении. Продолжаем нашу беседу следующим ароматом под названием Single Mold, который посвящен Лондону, а именно бутику Херридс. Итак, мы будем говорить о односолодовом шотландском качественном виске. Здесь та же история, что с Apple Brandy, алкогольные ноты, спиртовые, первым делом бьют в нос. Но, если будем сравнивать с Apple Brandy, Apple Brandy уходит в сладость, ваниль там открывается прекрасно. Здесь не сладкий прямолинейный виски. Вообще, вы знаете, на самом деле, это вот, чтобы более точно описать, я бы даже сказала, что это шотландский виски с характерным, копченым, дымным, йодисто-торфяным ароматом ячменного солода. И по композиции, если мы пройдемся, здесь у нас пшеница, слива, бальзам толу, есть немного ванили, но она не так характерно выражена, как в Apple Brandy. И есть, конечно же, белый кедр. Он прекрасно звучит в базе, такой, повторюсь, прямолинейный, спокойный, алкогольный парфюм. Он у нас представлен в виде Refill. Сейчас я вам открою, покажу. Слюду я уже сняла. Вот так у нас выглядит Refill. То есть, это экономичный, удобный вариант для тех клиентов, у кого уже есть полноразмерные флаконы. Так как по эко-философии бренда Killian, все флаконы 50 мл многоразовые, поэтому вы можете приобрести вот такой набор. Это Refill-версия, где, как мы видим, есть флакон 50 мл. Атомайзер, что очень удобно, брать с собой в сумочку куда-то, класть аромат, чтобы не таскать пузырек 50 мл. Есть даже запасной спрей, если у вас произошли какие-то неприятности, скажем так, с вашим основным спреем из 50 мл. Есть воронка и пипетка, для того, чтобы перелить аромат, не пролив ни капли драгоценной эссенции. Кстати, многие тоже спрашивают, как выглядит сам флакон 50 мл. Вот, никакого спрея нету. Здесь, как мы видим, пустой пузырек, быстрее закрываю, чтобы ничего не улетучилось. Так что, вот такой алкогольный прямолинейный аромат, который, безусловно, подойдет и мужчинам. Скорее мужчинам, нежели чем женщинам. Женщинам под строгий деловой костюм, в принципе, тоже будет уместен. Поэтому я его рекомендую, если у вас какое-то прям очень строгое официальное мероприятие под костюм. Опять же, Apple Brandy, он в сладость уходит, то есть это для более, скажем, неофициальной обстановки, но тоже под костюм. А вот сингл молд, это прям для официального мероприятия. И заключительный аромат этой коллекции также посвящен Лондону под названием Royal Leather, королевская кожа. Посвящен аромат второму бутику, который был открыт в Лондоне, в My Fair. Это фэшнебельный лондонский вест-энд, такое место, где очень много различных бутиков. Он очень пафосный вест-энд, поэтому аромат не был алкоголем уже, конечно же, а о коже. Но тут кожа, я вам скажу, не такая, как мы привыкли слышать в мемах, к примеру, да, одни из популярных кожаных ароматов. Это далеко не прямолинейная кожа Монталь. Это очень обыгранная, немножко цветочно-пудровая пряная кожа. Вообще аромат открывается уютным чаем с поярышником. Это действительно первая ассоциация, которая возникает при изначальном затесте. Затем у нас идут цветы с гелиотропом, немножко такие пудровые. И в базу у нас уже переходит пачули и ут. Ну и, конечно же, есть кожа. Но она, если вы боитесь, что это будет прям кожа-кожа, как вот, например, в Монтале, утла, такого не будет. Нет, кожа встроена очень мягко, деликатно и звучит аккуратно. Аромат не из легких. Он очень шлейфовый, он безумно стойкий. Но я вам так скажу, что его нужно носить очень аккуратно. Конечно, идеально будет под какие-то кожаные изделия. Подойдет и для мужчин, и для женщин. Но вообще, я вам так скажу, что вся коллекция, я бы ее больше отнесла, наверное, даже к мужским ароматам. Хотя они, конечно, позиционируются как унисекс. Но все ароматы непростые, нелегкие. Ну вот, кроме, наверное, Lemon and Zest. А Нуара Хардизиак, повторюсь, поговорим в отдельном видеообзоре. Но вернемся пока к Ройлэда, королевской коже. Кстати, это отдельная коллекция, которую, возможно, Киллиан Хеннесси будет продолжать. У нас также этот аромат представлен в версии Рейфил. Открываем его. Следу, повторюсь, я сняла. Как мы опять видим, 50 мл сам флакон, атомайзер, дополнительный запасной спрей, воронка и пипетка. Повторюсь, очень удобный и экономичный вариант, особенно если у вас уже есть флакон. А если же нет, у вас есть атомайзер, который вы можете перелить из-за 50 мл флакона широким горлом аромат и носить его с удовольствием с собой. А в завершении хочу сказать, что, как и все ароматы бренда Киллиан, ароматы очень стойкие. Перл Уд в особенности. Вот этот касториум, который там содержится, он не дает покоя. Он витает в воздухе вокруг вас и будет на протяжении с вами. Только в том случае, если вы готовы к такому непростому ингредиенту. Ароматы достаточно шлейфовые. Шлейфы у всех, я думаю, хорошие, но у Метра это точно. Они, безусловно, не интимные. Ароматы громкие. Каждый заявляет сам о себе в отдельности. Еще раз повторю, что, скорее всего, предпочтут, наверное, мужчины. Lemon and Vest. Для меня это было открытием, потому что это уникальный цитрус. Такого в парфюмерии я еще не встречала. Это очень гурманский вкусный цитрус от лимонного орбита, жвачки или какой-то либо другой. Прямо вот его хочется брать и жевать, действительно. Небольшое резюме сейчас подведу. Итак, мы с вами ознакомились с ароматами бренда Killian, коллекция городов. Два аромата, которые посвящены Лондону. Кожаный, цветочно-кожаный Royal Leather. Single Mold. Прямолинейный, спокойный аромат об односолодовом шотландском виске. Apple Brandy. Коньячно-сладковатый парфюм, который посвящен Нью-Йорку. Lemon and Vest. Лимонная цедра посвящен ликеру Limoncello. Место у Лугана в Швейцарии. Превосходный вкусный гурманский цитрус. Pearl Ud, который посвящен Дохе, столице Катара. Великолепная, тяжелая, я бы сказала, анималика с удом в базе. И, конечно же, водка On The Rocks, который посвящен Москве. Холодный офисный парфюм. Спасибо вам большое за внимание. Если остались какие-то вопросы, обязательно пишите под видео. Еще раз хочу сказать немного об упаковке. Ароматы представлены в виде отливантов у нас. В виде вот таких миниатюр по 7,5 мл. Есть рефил, есть тревел наборы. И, конечно же, есть полноценные 50 мл флаконы, которые упакованы в шкатулке. Спасибо вам большое за внимание. До новых встреч!